Радость тишины. Под таким названием в художественном музее открылась выставка отца и сына Доренковых. Посвящена она 80-летию со дня рождения заслуженного художника Чувашской республики Ивана Доренкова. Иван Доренков прирожденный пейзажист. Свидетельство тому его удивительные пейзажи, в каждом из которых звучит неиссякаемая любовь к природе. Более 100 работ, представленных на выставке, рассказывают о жизни морейских деревень. В них угасает жизнь, но остается красота русской природы. Экспозиция юбилейной выставки оказалась памятной. Ивана Ивановича не стало в апреле этого года. Его талант не пропал бесследно. Вся семья бережет наследие художника и продолжает его дело. Сын Сергей Доренков вспоминает, искусство было делом всей его жизни. Результат – сотни картин, бескрайние пейзажи, нотерморты и портреты близких сердцу людей. Картина «Ветрный день», по словам сына, напоминает ему счастливые детства. То, что отец писал, сделал основной упор на пейзажи, потому что он родился в том месте, где вокруг вода, вокруг деревья. Своё детство помню тоже, что там небо, которое переходит в воду, и нету границы. Это счастье какое-то. То есть ты ходишь по воде, по небу, везде отражаешься. Красота такая. Сергей Доренков, член Союза художников России, живет и работает в Санкт-Петербурге, в Мухинской академии. В его экспозиции представлено более 30 произведений из художественного стекла. Восхищают воздушность, невесомость и изысканность этих предметов. Сергей Иванович обладает умением подчеркнуть природные свойства стекла, выявить его пластические и цветовые качества, заставить звучать в полную силу. Выставка передвижная. Эти произведения часто экспонируются и за пределами республики. Некоторые картины побывали даже в Германии и Китае. Что отличает эту выставку? Это прежде всего настоящая академическая живопись, без изысков. Хорошая, серьезная такая вот, к сожалению, великому уже ушедшее академическое искусство. Современники пишут немножко по-другому. Более постозно, более фактурно, на эффектах. А вот Иван Иванович – это тот пласт настоящего академического русского искусства, который, в общем-то, выгодно отличает русское искусство от всего остального мира. Иван Доренков передал богатый творческий опыт студенческой молодежи. Он работал преподавателем живописи, кафедры дизайна и компьютерных технологий ЧГУ имени Ульянова. Посмотреть на лучшие работы художника пришли будущие художники и дизайнеры. Мы часто ходим на такие выставки, потому что нам, как дизайнерам, это надо, потому что они дают нам вдохновение, все эти работы, картины. Пейзаж. Ну да. Да, даже стекло. Как раз это нам нужно, потому что у нас только что был пленэр, только что он закончился, мы много рисовали природы. А это, как можно сказать, словно… Пример. Да, книга. Тем более нам копии даже необходимо делать. Было. Так что это очень даже познавательно наблюдать за этими картинами, смотреть, что на них, какие цвета, техника. Да. Так что это очень познавательно и интересно. И работы шикарные, правда. Каждая картина излучает неповторимый свет и цвет. Яркая самобытность марийской и чуварской природы, аромат сирени, портреты, написанные с искренней любовью. Все смешалось в красочную симфонию искусства. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.